НОВОСТИ НА ДОНУ НОВОСТИ НА ДОНУ НОВОСТИ НА ДОНУ Финансирование осуществляется в рамках госпрограммы «Ростовская область. Развитие образования». Напомню, с 26 февраля по 2 марта в Ростовской области проходил третий региональный открытый чемпионат «Молодые профессионалы». Участники соревновались по 15 основным и двум демонстрационным компетенциям. Донские молодые профессионалы завоевали 17 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых медалей. 16 конкурсантов заслужили медальон за профессионализм. А преподавательного Черкасского колледжа промышленных технологий и управления подготовила двух победителей в компетенции геодезия. Американцы планируют приобрести 10 самолетов-амфибии у Таганрогского завода. Контракт на поставку собираются подписать уже в этом году, сообщает ТАСС. В настоящее время завод занимается ремонторизацией с украинских двигателей Д-436 на российско-французские САМ-146. Ранее контракт на поставку техники подписали Россия и Китай. Напомню, самолет-амфибия Б-200ЧС МЧС России предназначен для пожаротушения, а также для оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. Кадеты МЧС из Ростовской области стали победителями международного полевого лагеря «Будущая Россия». Десять делегаций из различных субъектов нашей страны и иностранных государств приняли в нем участие. Всего около 400 детей. Полевой лагерь «Будущая Россия» – социально значимый проект, который направлен на пропаганду здорового образа жизни, гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. В течение нескольких дней юные спасатели учились основам выживания в природной среде, правилам пожарной безопасности, а также действиям в условиях ЧС природного и техногенного характера. В итоге упорной борьбы кадеты МЧС из Ростова одержали победу. Второе место досталось юным спасателям из Еврейского автономного округа. Бронзовыми призерами стали ребята из Таганрога. Непредсказуемым назвал этот чемпионат мира по футболу бывший вратарь нашей сборной, а ныне успешный диджей Руслан Нигматуллин. Неожиданным был счет в играх Бразилии со Швейцарией, Германии с Мексикой, а также прекрасные победы в течение уже двух игр российской сборной. Все это, по словам Нигматуллина, украшает чемпионат. Есть неожиданные результаты, потому что если все было предсказуемо, это было предсказуемо и не так интересно. А тут бьют, скажем так, фаворитов, фавориты теряют очки, забиваются красивые голы, вот сразу три штрафных забили уже в девяти матчах. Если считать прошлый чемпионат, всего за весь чемпионат забили три. Да, здесь уже за девять забили три красивых штрафных, в том числе Головина. Да, то есть я хотел его отметить. Что касаемо позиций, то есть мои коллеги бывшие, да, то есть вратари тоже блистают. Руслан Нигматуллин отметил, что чемпионат проходит на твердую пятерку, и он горд за свою страну. Также Руслан рассказал о своей роли в рамках мероприятия. Кроме аналитических материалов, он выступает и в роли диджея, который раскачивает болельщиков перед матчем. Мой сейчас основной вид деятельности – это музыка, да, и я отвечаю, скажем так, за то, что предшествует футболу и то, что постфутболу. Я написал специальный трек, который назвал World Cup, который, как мне кажется, полностью передает всю атмосферу чемпионата мира. По словам бывшего вратаря, предстартовая. Волнение перед сетами не меньше, чем перед матчем, когда он защищал ворота сборной страны. Что касается победы российской сборной в игре с Египтом, он тоже в нее верил. Это были новости на ФМ на Дону, телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. И о погоде. Категория 12+. По информации гидрометцентра Ростовской области, в Ростове и Таганруге днем от плюс 32 до плюс 34 градусов переменной облачности без осадков. Волгодунский ремонт нам плюс 33, в Вешенской, Аблисской и Морозовске плюс 31, в Красном Сулене до плюс 32 переменной облачности без осадков. Ветер с северо-восточный с переходом на северо-западный от 7 до 12 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова